Продолжение следует... Получилось так, что мы с Раймоном Герночковичем, когда встречались, сразу же переключались на события 1650-1612-го гг. И вся лингвистика, соответственно, помог ушла. И в начале 90-х годов, вот такая была идея, что как только начнут праздновать 4-го ября, значит конец тем процессам, которые начались в начале 90-х. Поэтому он чрезвычайно гремал по этому поводу, и в основном, по поводу того, что никто не знает реальных событий, включая всякие проблемы с тем, что повторно... По сути, был государственный переворот, когда был издан новый царь, когда нарушили законы безусловно наследия, когда сказал тот же самый Пожарский уже успел присягнуть, и по сути дела он был преступником. Вот все эти вопросы, конечно, Раймон Геннадьевича безумно волновали, и мы говорим, ну кто же это знает, кто будет в этом разбираться? И вот в этом смысле я попробую на такой же занудный разбор сделать такую проблему, которая здесь сформулирована. Дело в том, что проблема-то достаточно старая, она восходит к Сократу, и в этом смысле к Сократовским школам, одной из которых является как раз Платоново-Аристотельская школа. И в этом смысле здесь принципиально то, что знание полагается как то, что является аподектическим и недодуктивным, то есть необходимым и вытекающим из каких-то других оснований, ненежащих в области опыта. А, соответственно, мнение – это стерла осветорических суждений, возможных суждений, которые, соответственно, являются результатом некоторых индуктивных умозаключений на основании наблюдения на апиетическим материалом. И в этом смысле это всегда будет некоторое предположение, некоторая гипотеза. Значит, для Аристотеля вот эти индуктивные умозаключения были вспомогательным механизмом при информировании посылок с логистики. А, собственно, индуктивная умозака последовательна, по сути дела, была сформулирована впервые, развернута систематически только миром. И дальше она вообще не пошла, хотя это середина XIX века, дальше она не пошла и не вошла ни в какие-то руководства и так далее. А вместе с тем возникло некоторое маленькое, по сути дела, отведение, связанное со своими проблемами индукции. И в этом отношении, конечно, здесь можно выделить математическую индукцию, которая, хотя строится примерно так же, как строится логико-осветорические высказывания, дает аподектические результаты. Далее математическое оценивание, статистическое оценивание по существу тоже работает на этом. Да, мы можем оценить степень аподектичности высказываний. И с этой точки зрения чрезвычайно важны с тем как раз логико-осветорические проблемы в связи с тем, что если вы нисходите с того, что там не работает центральная предельная теорема, то, соответственно, там невозможно и оценивание достоверности. А, соответственно, это оказывается, в общем, общим случаем индукции, хотя и сопровождается большим количеством всякой математики, и, по сути дела, имеет такой же статус достоверности, как и суждение по аналогии. Вот это надо отдавать себе отчет, и это, во всяком случае, страшная проблема, которой часто боятся заглянуть глаза. Теперь, следующий вопрос. Игущий, опять же, из Сократовских школ – это различение доказательств и показательств. Ну, вот, первое всего, есть дискуссия, вообще существует ли на русском языке слово «показательства» или нет. Разные мнения по этому блогу существуют. Но суть заключается в том, что доказывается, строго говоря, то, что строится как вывод в рамках некоторой аксиоматической системы. А, соответственно, показательства – это демонстрация, предъявление, указание примеров, указание какого-то эмпидического материала. И вот надо сказать, что, с одной стороны, это было очень важно для логиков, с другой стороны, это было чрезвычайно важно для богословов, и поэтому, скажем, именно с индейского – это второй, начало третьего века – это чрезвычайно важно обсуждать именно в богословском контексте, и богословие, вообще, говорят, сохранило это логическое предъявление, которое в логиками было в большом мере утрачено. Надо сказать, что проблемы довольно-таки запутанные, потому что, скажем, сейчас есть такая вещь, как доказательственная медицина, которая в этом контексте является ерундой, но это просто плохой перевод – evidence-based medicine, и это антипод того, что называется «доказательство», как «пум», потому что лучше переводить как просто базирующаяся на эмпидическом материале медицина, значит, исследовательская медицина. Теперь еще один интересный поворот. В связи с тем, что у Аристотеля было предоставление логики риторики на основании того, что логика занималась в его понимании доказательством о риторике, в его понимании убеждением, то существовала эта оппозиция, которая оказалась принесенной до XX века. Но, когда возникает множество разных неклассических логик с одной стороны, а с другой стороны доказывается теорию Гёдра, становится понятно, что, вообще говоря, всякое предложение, которое тендует быть доказательством, это не доказательство, а это просто действительно некий риторический инструмент, с которым согласен согласиться оппонент, а никакого доказательства для него там и нет. И в таком случае оказывается, что логика известная – это только некий маркированный прием в рамках риторики. И эту идею замечательно читирует Виктор Александрович Успенский, математик-муник, в том числе активно работающий в рамках кафедра, как она называется, не математической логистики, а вычитывательной логистики Московского университета, что доказательство в общепине этого употребления этого слова – это всего лишь утверждение, которое должно убедить нас настолько, что мы сами готовы утверждать с его помощью других. И в этом смысле никакого отличия от других средств риторического воздействия доказательств нет. В этом контексте мы можем говорить о том, что всё современное гуманитарное познание – это будет показательное, индуктивное, структурическое мнение и ничего более. Теперь вторая проблема. Проблема в соотношении империзма и рационализма. Проблема позднего севедневековья. И здесь опять же это оппозиция мнения и знания. Дело в том, что если мы говорим о империзме, то это будет всегда мнение, это всегда будет структурическое суждение. И в этом смысле смотрите, какая замечательная база для светорического суждения у того утверждения, что Солнце сберется вокруг Земли. Это тысячи лет наблюдают миллионы людей. А показывается из рациональных соображений, ну, в частности, вот такая поворотная точка в европейской традиции – это Коперник, что напротив земля держится вокруг Солнца. И отсюда возникает такая штука, что если ты нечто видишь, то ты этому не должен доверять. Очень, может быть, что это подвох. И вот в этой ситуации Галилеевич формулирует очень важную штуку – предоставление опыта и эксперимента. Опыт – это как раз то, что базируется на небесчих наблюдениях. И в этом смысле произвольно, в конечном счете, зависит от каких случайных обстоятельств. А эксперимент – это логическое рассуждение, которое приводит к несомненному аподектическому выводу. Ну, в частности, вот он как раз берет такую ситуацию, как свободное падение тел, и начинает рассуждать, что если, как считал Аристотель, как к тому времени утвердилось, мы будем считать, что ускорение свободного падения зависит от массы тела, то, чем больше массы тела, тем больше ускорение. То получается, с одной стороны, что если мы соединим, скажем, пулю и ядро, то они будут, с одной стороны, ускорять друг друга, ускоряться, потому что у них будет большая масса, но, с другой стороны, одно из них будет тормозить другое, поскольку скорости будут различаться. И мы приходим к противоречивому суждению. На основании человека приходится делать заключение о том, что они должны падать с одинаковым ускорением. И вот это пример как раз того, как строится аподектическое рассуждение, и как оно более ценно, чем эмпирический опыт. В этом смысле, это очень забавная тоже история, что уже в конце XX века оказалось, что все рассказы про то, как Галилей бросал с Пизанской башни камешки, и там прощил всякие предметы и измерял, что из этого получится, что это байка. То такого не было и быть не могло, потому что просто не было подходящих приборов, которые могли это измерить. А вроде бы как остались факты, что когда он пытался это делать, то они падали с разной скорости и его смеяли. И тогда он как раз заявил, что если факты противоречат действительности, то тем хуже для фактов. И вот в этом смысле он как раз это называет опытом то, что связано с фактами, и экспериментом то, что связано с аподектическим выводом, полученным рациональным способом. Но дальше, буквально через два года после смерти, Галилея Террифель получает известную всем Террифельеву пустоту, и там оказывается возможность сделать как раз такую штуку, что они будут падать одинаково скорее. Это страшно интересная штука в том отношении, что таким образом происходит переход от аподектических, то есть необходимых суждений, к экспериментарическим суждениям. И это утверждает публику больше, чем до одноразума. И в этом отношении вообще появляется некоторая раздвоенность сознания исследователей. Значит, не то, как-то из этой ситуации выходит через свои принципы, так сказать, математическое сознание, но уже к временам Парадея это все размывается, не забывается, не понимается, и опыт и эксперимент начинают выступать как сегодня. И поэтому, когда обнаруживается проблема, связанная с интерпретацией опыта Мессона, то, видимо, это было сделано махом, и выдвигается контакт мысленного эксперимента, который представляется эмпирическим экспериментом. Но это абсолютно точное предоставление опыта эксперимента у Галилеи, то есть штука, которая забыта и в этом смысле синтезируется заново примерно через три с лишним лет. Дальше, пожалуйста. В этом контексте я замечу, что на это, конечно, откликнулся исчерба, говоря о лингвистическом эксперименте, который с уменной точки зрения является чистым интеллированием экспертов, и это вообще к эксперименту отношения не имеет. А вот очень интересно то, что в работе о лингвистическом эксперименте появляется такой разговор, как разговор по экспериментальным постижениям, экспериментальных моделях. И работа их у нас, когда переводится в 70-е, начале 80-х годов, то переписывается экспериментально, это явно ерунда, а потом все-таки начинается переводиться как перенциальное постижение, экспериментальные модели, но не поясняется, что это такое. Десколько лет назад в Хорватии у меня училась как раз дочка Лабова, и мы списались с Лабовым. И сначала была такая светская переписка, а когда я спросил, что вот эта идея из перенциальных моделей связана ли она с идеями Галилея, переписка полностью прервалась. Я надеюсь, мы не прекратили отвечать. Следующий, пожалуйста. Значит, таким образом, третий компонент того, что можно обсудить, парадигма. Она, конечно, связана в этом смысле с книжкой Куна из идеи. Парадигма как образца неосознаваемой или осознаваемой очень частично, не рефиксируемого, но эффективно работающего в качестве модели. Но в этом смысле, если предлагается говорить о том, что у нас есть нечто осознаваемое, то это же уже будет не парадигма. Если мы говорим, что нужно развивать такую-то парадигму. Это может быть доктрина, это может быть какая-то концепция. То есть я готов систематически обсудить, какие здесь могут быть конструкты, но это не парадигма. Ну вот, если все это подытожить, то получается, что, хотя вот разговор начинается с экспериментально доказательной парадигмы современной лингвистики, видимо, точнее говорить о экспериментально показательной доктрине современной лингвистики. Продолжение следует...